Почему вы пишете, что варяги могли замедлять время, в буквальном смысле, это противить вашему учению, точнее, определению, что такое время? Ну, во-первых, видно, во-первых, не только варяги могли, а только высший кастер, который называли витязями, наши детки называли, те могли, во-первых, не время управлять, время это, условно, единица, которую мы придумали для коммуникации в большей степени, а умели ускорять и заменять процессы. Вот и все. То есть никаких противоречий, с моим понятием, нет вообще. Если учесть, что скорость машины, скорость может двигаться медленнее или быстрее, правильно? Если машина прошла медленнее или быстрее, значит, что машина перестала быть машиной. Вот и все. Потому что в природе существует протекание, скорость протекания. Если все остальные процессы текут, допустим, с одной скоростью, а владеющий управлением изменения скоростью процессов, или ускоряется, то есть сам по себе ускоряется, значит, все остальные замедляются по отношению. То он начинает двигаться с большей скоростью, то есть машина одна двигается с большей скоростью, чем все остальные. Вот и все. То есть никаких противоречий вообще здесь нет, не может быть. Но, тем не менее, действительно, витязи, если говорить о том, что я, по крайней мере, знаю, витязи, они владели действительно очень сильно этими методиками, а варяги, так называемые, применяли это только, и казаки, примерно, применяли это в критические ситуации, когда между выборами или смерть вообще, или возможность выжить. То есть, вы, наверное, читали, слышали, что наши клетки, когда возникла критическая ситуация, воины снимались все доспехи, обнажались по поясам и шли на врага обнаженными поясами. Вы слышали, все читают, да? Скажут, ну, какие дураки, снимать броню и так далее, и так далее. Дело в том, что не совсем так, просто они приказную, что вот, когда ситуация, допустим, 100 тысяч против 2-3 тысяч, примерно, ну, тут сложно победить, бывает, чаще всего, правильно? Так, чтобы достичь победы в такой ситуации, или, по крайней мере, погибнуть максимально урону врагу, они входили в состояние, при котором сжигалось, допустим, за несколько часов жизни, сжигалось, допустим, 10-15 лет их жизни. Но в этом случае была возможность победить, вы здесь победите, а в другом случае, все равно все погибли, так, критически. То есть, это такие ситуации включались только в критических моментах, когда вот такое, а в основном, почему-то уже для того, чтобы производить то же самое процесс, когда, допустим, меч не сечет и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, ускоряются во времени, условно, понимаешь, это ускорение процессов происходящих, то для этого нужно уже оперировать возможности не своими собственными ресурсами, потому что человеческие ресурсы довольно-таки большие, но весьма ограниченные, если говорить, в больших масштабах. Поэтому только те, кто достигли возможности уже оперировать и управлять материей окружающих пространств, то есть, черный матери, то есть, они пропускают себя, изменяли и управляют, то есть, синтезируют нужный потенциал, а не используют то, что накопилось в организме. Вот в этом случае, этот человек для человека происходит без вреда, то есть, человек, который не страдает, только эффективно. Но такого уровня достигали единицы, поэтому называли витязи, то есть, несколько витязей могли уничтожить армию, это было реально. Помните, блинный богатырь шел и разбивал всякие, это не сказки, это действительно реальность. Но от таких, к сожалению, всегда было единицы, которые имели генетические возможности и правильно развивали, что достигали уровня, когда они могли именно создавать потенциал, необходимый для тех или иных действий. А большинство людей, даже владея определенными методиками, они могли их применять только лишь в том моменте, в котором, ну, критические ситуации, сжигая само себя. И вот, как, насколько вы знаете, занимаются потомки те же самые методики, например, казачий спас или жива. Вот жива – это более высокий уровень, насколько я знаю, казачий спас – это тоже очень высокий уровень, но в этом случае идет мощное разрушение человека. То есть, как мне говорили, вот когда демонстрировал человек действие казачьего спаса, то есть, он разбрасывал десятки людей, но за это в течение 5 минут терял 10-15 кг своего веса. Ну и, конечно, и сжигал потенциал. То есть, это можно кратковременно, но долгое время-то не воззять. И плюс, так сказать, это действительно разрушает человека. И то, что если человек это делает регулярно, то просто разрушение его физического тела происходит весьма серьезно. Поэтому, опять-таки, есть критические ситуации, когда можно идти на риск, а в других случаях они действуют, наши предки действуют только тогда, когда действительно могли реально управлять материей, пространством и так далее. Такие были, но, к сожалению, как всегда, это достигали не так уж и много людей. Так что здесь интересный вопрос. Вопрос немножко, у нас действительно, мы по-прежнему находимся, допустим, мы сейчас используем, допустим, сколько, 12 месяцев в году, там, 31-31, 27-28 в феврале и так далее. Ну, ведь это же опять и год, то есть, а что считать днем, что считать час, например, у наших предков, допустим, было только 16 часов в сутках, у наших предков, если говорить, не 24. А что считать? 16, правильно, 24. Это условные единицы. Было 40 дней в месяц, в месяц, так далее, так далее. То есть, все это условные единицы и времени действительно не существует природы. Существуют процессы, если что было понятно насчет времени, как я лично определяю, не говорю, что единственное возможное время, ну, по крайней мере, то, что я понимаю под этим. Есть процессы обратимые и необратимые, необратимые процессы, необратимые процессы имеют начало и конец. То есть, вы, допустим, сжигаете полено, вы его зажгли, вот определенное время у нас горит, и после этого полено перестанет существовать. Само полено, оно не значит, что материя исчезла. Вот это время начала, от начала до конца горения полено можно условно ставить единицы, и эти условные единицы применить, мы скажем, вот столько часа, полчаса горело полено, например. Но, опять-таки, это пример необратимых процессов, которые происходят в одном направлении, когда мы можем... А вращение, допустим, Солнца, это обратимый процесс, продолжает вращаться вокруг центра Галактики, а потому что планета Земля вокруг Солнца. То есть, процессы повторяем, обратимые и так далее, и так далее, бесконечно, если может, пока не нужна какая-то гармония, балансовые условия. В этом случае, как считать, в то же время нет, просто берут условную точку, что такое год, берут условную точку. Вот отсюда началось, вот это прошло, а берут нас вокруг всего, а это год прошел. Таких ты хочешь, можно миллиард считать, потому что любая точка на орбите, допустим, той же самой планеты Земля, является аварабранной точкой отсчета для любого процесса. Ну, понимаете, в кружу, не имеет начало и конца, любая точка и круга начало и конец, то же самое здесь. Поэтому условные единицы очень трудно разделять. Поэтому, когда вводят и физики, и так далее, затронутые моменты, абсурд просто, что отдельное время, отдельный параметр, единицы, это не существует как отдельная качественная величина, время, пространство, и так далее. Это просто условная единица, которую можно хорошо считать при движении машины, и так далее, и так далее, пешеходы, и тому подобное. Но в природе такой величины не существует. Даже как отдельно, сейчас приходится, знаете, очень многие разделяют там, это, допустим, материя, это энергия, а это информация. Кого-то это, знаете, что-то сами по себе существует. Это, говорит, чаще всего сказано с тем, что многие люди, которые обсуждают это, не имеют четкого представления. Потому что та же самая энергия не существует без материи. Энерия – это свойство материи. То есть материя, допустим, переходит из одного качественного состояния в другое, и при этом освобождается, как говорят, энергия. Вот сгорает топливо, энергия освобождается, просто при переходе из одного качественного состояния возникает изменение качества, которое человек заставляет работать на себя. То есть мы сжигаем бензин в топливо, топливо, бензин в частности, в двигателе, вспышка, сгорает, возникает переход жидкого газообразного, расширение, и человек использует переход из жидкого состояния, мгновенный переход из жидкого состояния газообразного, качественного изменения, для себя заставляет работать. Мы имеем, а вот при этом выделяется такая энергия, понимаете, но это все равно, это только свойство материи, как раз переход материи из одного качества в другую приводит к каким-то количественным изменениям. И мы эти изменения используем и называем это энергией, больше энергии, меньше энергии. Но это лишь следствие материи, так же, как и время, как следствие качественных процессов происходящих. То есть не существует независимости, вот одна есть энергия, а здесь материя. Энергия всегда идет как следствие изменения качественных изменений материи. То же самое и информация, вот информация, вот некоторые говорят, это информация, это материя, то же самое, что материя. Информация не существует сама по себе, опять-таки, любая информация, которая достигает наших органов чувств, если просто люди задумались немножко, то такое различие бы не возникало. Это философы начинают забрасывать вещи, которые, в принципе, они мало понимают сами, но получается, они начинают гулять потом везде. Что такое информация? Вот, смотрите, глаз наш получает информацию, мы видим кого-то, вы видите меня, я вижу вас, так? Ну, что это такое? Информация – это отражение происходящих процессов, который, реальный процесс, который видоизменяясь, много раз достигает в нашем мозге, мы реагируем на это. В любом случае информация – это не стойное, как просто сообщение, которое наш мозг получает окружающим нас в мире. Но ничего не более того. Не более того. И не может существовать отдельная информация, отдельная материя, отдельная энергия. Каждая сама по себе гуляет. Или, как некоторые, знаете, говорят, вот мое эфирное тело пошло в одну сторону, мое астральное пошло в вторую, а ментальное пошло вообще в третью. Это из того, что много разных методик, которые показывают людям, если вот астральное путешествие, типа вот астральное тело пошло, да, ну, в большинстве случаев так есть, потому что большинство людей не работает у себя больше, чем двух тел сущности, так называемое, второе или третье материальное, или эфирное и астральное. Но если у человека есть, допустим, второе тело, третье тело, допустим, астральное так называемое, или третье материальное тело, что будет правильно сказать, то, извините, эфирное тело в одну сторону пошло, а астральное – другое, такого не может быть, потому что это одно целое. То есть может быть у человека только одно эфирное тело, и он может ходить, условно, скажем, к эфирным телом. Но если у человека есть, допустим, эфирное и астральное тело, или второе, и третье материальное, то если он ходит, то ходит обоими телами, не отдельно. Если больше тела, они все это как бы пакеты, они взаимосвязаны между друг другом, несущая такая бы взаимосвязанная система, как бы не можем ходить без головы в нормальном состоянии. Голова идет сама по себе, а тело так и все. Это система, которая наращивается как бы организмом, но клеточный, так вот сущность более усложняется, это единое целое одного того, что мы называем человеком. Просто существуют разные уровни развития человека и при этом у нас присутствует больше и меньше качеств эволюционных и больше и меньше тел нарабатываются при этом, но все эти тела в одном пакете и ходят туда-сюда только вместе, не в поддельности. И даже если при астральном путешествии, называем, все равно уходит и эфирное астральное тело вместе и так далее. То есть, понимаете, очень много понятий, которые блуждают. С моей точки зрения специально распространяются ложные представления, ложные, как говорится, определения для того, чтобы людей запутать, увести в сторону. Ну, немножко в сторону, по вопросу, значит, дальше, дальше отвечать на вопрос, что если бы... Продолжение следует...